Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Михея и обратимся к 4 главе. При разделении книги пророка Михея на главы в 4 главу попали, собственно, замечательные, скорее утешительные обещания Бога, которые, тем не менее, вытекают из всех обличений, наполнивших предыдущие главы. Господь через пророка Михея в первых главах обличал культ на высотах, языческий культ, который и по своей направленности, и по своим, по-видимому, кровожадным формам был оскорблением здравого смысла и веры в единого Бога. И вот этот культ на горах, культ на высотах на протяжении всего времени, всей пророческой эпохи подвергается гневному обличению. Но здесь, в 4 главе, Господь говорит о последних днях и говорит, в последние дни гора дома Господня поставлена будет во главу гор. Ну и, по крайней мере, первый лежащий на поверхности смысл этой фразы заключается в том, что настоящее, подлинное, правильное почитание Бога, правильный, настоящий и единственно осмысленный религиозный культ, который вообще возможен, это то, что происходит на горе дома Господня, то есть почитание Бога Израилева, единого и единственного. И этот культ, эта вера, если хотите, это почитание единого Бога будет вознесено, оно будет выше всех, оно будет важнее всех, оно затмит собою все остальные попытки, которые в своем религиозном рвении предпринимают люди, чтобы поклоняться чему-то или кому-то другому. Вот гора дома Господня возвысится над холмами и потекут к ней народы. Она станет своего рода ориентиром правды жизни, ориентиром, в котором люди увидят правду о Боге. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню в дом Бога Иаковлева. Дальше пророк говорит, и тогда они будут приходить, эти многие народы, и скажут, он научит нас путям своим, и мы будем ходить по стызям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Тоже, конечно же, это своеобразная форма пророчества о Христе Спасителе. И, кстати, в общем, сходным образом о законе, на который будут уповать острова, говорит в эту эпоху о Христе и пророк Исаии Иерусалимский. И вот для Михея важно, что тот остаток, который он упоминал раньше, та правда веры в единого Бога, которая есть в Иерусалиме, несмотря ни на что, несмотря на то, что жизнь чудовищная, все берут взятки, все отнимают у беззащитных людей все, что можно отнять, но, тем не менее, в центре есть вот эта гора Дома Господня, которая сейчас в полном пренебрежении, но будет поставлена во главу гор, и от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима выйдет ко всем народам. Речь, таким образом, идет о том, что откровение Божье дается избранному народу не только, и даже, может быть, не столько ради самого избранного народа, сколько ради всех остальных народов. И пророк говорит, тогда Господь будет судить многие народы, обличит многие племена в отдаленных странах. Действительно, вот эта правда Божья, слово Божье, которое выйдет из Сиона, оно станет законом жизни для всех народов до самых отдаленных стран. Вот таков, оказывается, замысел Божий. Вот, оказывается, ради чего воздвигнута эта гора Дома Господня, и ради чего избранному народу дается откровение. Потому что, конечно, все эти племена в отдаленных странах немногим лучше обличаемого пророком племени, живущим в Иерусалиме, но это слово Господне выйдет из Иерусалима для того, чтобы изменить жизнь людей. И знаменитые стихи, слова 2-й половины 3-го стиха, «И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Со временем пророка Михея прошло почти 3 тысячи лет. И сколько люди не читали эти слова, ну, в общем, как об стенку горох. Потому что, конечно, мало кто готов перековать мечи на орала и больше не учиться воевать. Но все-таки посмотрите, задача, которую ставит Бог. Зачем? Он призывает эти многие народы. Зачем из Сиона выходят законы, слово Господне из Иерусалима? Чтобы жизнь изменилась, чтобы вот эта бесконечная война всех против всех, чтобы она прекратилась. До какой же степени отвратительно Богу вот все это кровопролитие, уже одно это делает эту часть 4 главы чрезвычайно важной. И вот пророк говорит, каждый будет сидеть под своей виноградной лозой, под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их. Вот этот мир, который Слово Господне приносит в эту землю, понимаете, на нашу планету. Важно, что по большому счету ничто иное не способно принести этот мир. И пророк выражает это вот таким образом. Он говорит, все народы, вот те, которые только и заняты грызнёй, борьбой, войной и громежом, вот они не могут это прекратить, потому что они ходят каждый во имя своего Бога. Но, говорит, пророк от лица своего избранного народа, а мы будем ходить во имя Господа, Бога нашего, во веки веков. И это значит ходить во имя мира. И это значит перековать мечи на орала и не поднимать меча. Вот что, собственно, означает ходить во имя Господа Бога нашего. Продолжая разговор о последнем дне, Господь говорит через Михея дальше. Вот что. В тот день я соберу хромлющее и совокуплю разогнанное. И тех, на кого я навёл бедствие. Уже в предыдущей главе шла речь об остатке от тех, кто не захочет жить вот в той вакханалии насилия, которое устроили в своём народе князья и вельможи. Вот кто уйдёт, выйдет из этой омерзительной жизни, полной грабежа и кровопролития, вот, говорит Господь, они тоже не вот прямо отличники боевой политической подготовки. Но в тот день я их соберу, соберу и сделаю хромлющее остатком вот тех, кто еле вырвался, как действительно агнец из пасти льва, кто еле вырвался из этой жизни полной язычества и злобы, вот хромлющее из него сделаю остаток и далеко рассеянный сильным народом. Дело в том, что ассирийцы и это уже знали в Израиле все, в том числе мехи, ассирийцы начали применять такой метод депортации покоренных народов, стараясь разорвать связь людей и с землей, и со своей верой, потому что в те времена практически все божества имели так или иначе территориальную привязку и были божествами определенного народа, живущего в определенной местности, поэтому угоняя, просто переселяя с места на место, ассирийские цари делали народы зависящими только от них одних, лишали их всяких корней, всякой связи и со своей верой, и со своей землей. И вот далеко рассеянное, далеко угнанное уже в момент ассирийских войн, даже когда еще не докатилось это до Самарии и тем более Иерусалима, уже все понимают, что вот народы угоняют в самые разные дальние страны, поэтому остаток, который вышел из избранного народа, вышел, который вышел за Богом, потому что Бог так повелел, вот этот остаток Бог соберет и далеко рассеянное, куда-то, оторванное от корней, лишенное силы, что, собственно, и есть смысл выражения далеко рассеянное, вот он соберет и сделает сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. Господь будет царствовать над ними. Ну, при том, сколько ужасной, неприятной правды о царях Израиля и Иудеи сказал пророк Михей, вот это чрезвычайно важное в этом контексте его высказание, он говорит, что тогда в тот день Господь будет царствовать над ними. Как это выглядит, что это такое, как это может быть реализовано, или это вообще одно иносказание, трудно сказать, трудно, здесь еще невозможно ни о каких конкретных формах реализации этого обетования думать, но все-таки вот Господь говорит, Господь будет царствовать над ними на горе Сион. И этот факт на самом деле меняет все и восстанавливает все, потому что а ты, холм через Сиона, к тебе возвратится прежнее владычество царства к дочерям Иерусалима, как как будто заново обращается к избранному народу пророк Михей и говорит, что ты нынче так громко выпьешь, разве у тебя нет царя, чтобы схватили тебя муки как рождающую, страдай и мучься болями дочеря Сиона, потому что сегодня ты выйдешь из города, дойдешь до Вавилона, а там будешь спасена. Вот собственно пророк говорит Иерусалиму о том, что дочерь Сиона сегодня выйдет из города и будет угнана до самого Вавилона, который тогда был в общем своего рода краем географии. И там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Обратите внимание, что до вавилонского пленения еще практически полторы сотни лет. Тем не менее, вот здесь именно так ты будешь угнана в Вавилон, описывается катастрофа, которая постигнет народ Божий из-за неправды в его жизни. И в конце главы пророк говорит, теперь многие народы собрались против тебя. Собрались против тебя, да, действительно. И надо сказать, что многие народы собрались против тебя, едва ли не в каждую, ну, может быть, почти в каждую эпоху. народ Божий может про свою жизнь сказать, потому что, конечно, меняется в этом отношении что-то, только немного, может быть, после Холокоста, после Второй мировой войны. А до Второй мировой войны, да, конечно, всегда практически можно сказать, теперь собрались против тебя многие народы. Надо сказать, что христианам несколько стыдно это читать, потому что мы тоже не смогли не только предотвратить Холокост, но и хотя бы не вдохновлять его. Вот что говорит об этом Бог. Они не знают мыслей Господней, не разумеют советы его, что он собрал их как снопы на гумно. Они не знают мыслей Господних. Тоже у пророков нередко появляется вот этот разговор о том, что люди что-то делают, люди думают, что они там кипят справедливым гневом и исполняют какую-то правду, а они не знают мыслей Господних, обманываются, обманываются. Когда ты кого-то ненавидишь, ты не знаешь мыслей Господних. Вот на самом деле я бы сказал практически душеполезный вывод из этого пассажа, который следовало бы сделать любому читателю христианам в первую очередь. И в конце четвертой главы Господь говорит «Но ты их победишь, встань молоти, джерсиона, ибо я сделаю рог твой железным, ты посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыки всей земли». речь таким образом идет о том, что уповающий на Бога Израиль уповающий на Бога тот остаток над которым Господь будет царствовать во веки хромлющий собранный Богом остаток люди, которые будут ходить во имя Господа Бога нашего они все поставят на свои места и все вот эти многие народы не знающие мысли Господних приведут и обратят к Богу. Как в начале главы речь шла о том, что те, кто ищут правду Божью, увидят закон, исходящий из Сиона и слова Господня из Иерусалима, но и те, кто не видят правды Божьей, не ищут ее, они тоже все равно перед той правдой, которая засвидетельствована народом Божьим, остатком народа Божьего, тоже преклонятся. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова